Ребяточки, всем привет-привет! С вами Нина и Вовчик. Видите, я ещё такая-то... Очень кушать хочется в 12-м часу ночи. У нас ведь картошечка жареная с пивком. Ну? Запей вон, запей вон! Са-са! Давай. А что ты, блин, орёшь? Вот, блин, даже не слышно. На. Наливай, а то уйду. Да. У нас безалкогольное пивко. Очень вкусное. Пока, смотрите, какая картошечка получилась. Жареная. Ой, вообще. Кстати, мало масла добавил. Вот, она не очень такая жирная. Там ещё одна целая порция осталась. Вот, остатки мяса доедаем. Вот такая картошечка. И селёдочка, и овощи, и пивко. О-о-о! Прямо радость, прям песня какая-то. У нас всё такой... Вкусный-вкусный-вкусный-вкусный ужин. Картошечка жареная с мучком. Ну, давай. Лей-лей-лей-лей-лей-лей. Тоже, трей. Ну, всё, мне, короче, хватит. И что себе доливать? Вон, здесь какая-то пеночка. О-о! Ну, давай. За пивом, за пивом! Ля-ля! Ля-ля-ля-ля! А муж не пошёл за пивом, за пивом, за пивом! О, заметьте, не я это хрюкнула. Ой, жарко. Всё равно жарко. Так мне крутят. Вот. Когда как ты готовишься, всё равно становится жарко. Всё, пожарить, менька. Ммм, ну-моё. Ну, я не особо солила? Да-да-да, я чувствую. А селёдка тебе зачем? И масок с этим мал. Суховатенько. Некоторые добавляют перец, когда ещё раз. Очень классно. Ммм, добавь сейчас. Парси вверху. Нормально, картошка, всё это выкладываю, вообще. Ммм. Под селёдку самое то. Ммм, знаете, масла маловато. То есть мало добавила, она немножко суховато получилась. Всё, неплохо. Нормально. Ммм. Когда масло побольше, она такая, более такая, жирненькая. Ммм, и, соответственно, коваренья. Мы всегда товарные жарли с перцем. С перцем? Ммм. Добавляли. Ну, возьми перец, посыпь, просто вкусно. Мы как делали? Разогревали противень маленький. Вали туда. Да, листик лаброга. Когда он начинал щёлкать, это забыликинули картошку. И под конец уже, это, перчили её и перемешивали. Не с соком. А что так захотелось? Да, ну, не жарю. Что мне захотелось? Это дело достаточно не тихо. Ну, конечно, не тихо, но всё равно. Ну, нет. Я не хочу лишний ссор, потому что, во-первых, обопьёшься, во-вторых, здесь отечёшь. А, с пивком. Да. Это всё хорошее. Силёдочка-то бери, как раз под картошечку, прикуску. М-м-м. Ошкарная свёта. Ошкарная свёта. Отберём. Берём, знаете, она без масла. Просто филешка. Оболвину. Очень вкусно. Кстати, калорийность у меня очень большая. Чём-то. Видите, можно есть привычные продукты, которые тебе нравятся, но при этом немножко сокращая их калорийность. М-м-м. М-м-м. Это тоже вкусно. Но ещё лучше, знаете, вот когда жарите, добавь туда немножечко давидного чеснока. Он чуть поджарится, и это будет аромат, как будто жареная кулачка. М-м-м. М-м. М-м. Она сейчас под крышечкой дошла, бедно что. И всё там ещё порцию есть. Картошечки. М-м. М-м. не всю картошку который купил посетил 45 штук не ушло 5 на что еще порт остался выглядит мы жарили вам не на маленький против мы делали не жарили на пятерых шесть штук просто тоненько режь нажать субтит но вы нас чем нибудь просто картошка да хватало пять штук на пятерых шесть одной картошки на брата получается больших таких как-то на пять мужиков фишку наш чем тоненько резали платье нажал санта мы тоже нормально спали кстати жарит напротив но тогда еще как отворен получать меня тогда еще учил это там некоторых жарьте ставится чтение продают как отворен получается я думаю 5 56 рублей на 100 грамм нафиг надо пришел снова взять пожарь начало витя нормально один к одному вам промыть солить в конце и вначале и вообще не трогай пока на не приезжайте потому что когда я входил там оставался один это кок нужно было еще одного чтобы они менялись вахтами чтобы никто не каждый там повару больше не было ты был единственным я там был я и вот этот пацан мы с ним менялись а когда я уходил не оставался там три блин 2 4 то есть вы искали замену кто будет меня закал халмыку подошел говорит хочешь уйти из электрику будешь на камбли готовить вахты да так я не я тебя научил за три дня ночи за четыре дня на счет муси то там легко это все готовит на то что там готовит там дается одно и то же суки больше там то не делал никогда то что это мутно и долго бедные солдатики только щи какие-то варили между прочим на финском училище борщ сделали раз в месяц хотя там кухня большая и там гражданские кроме борща есть и вещей еще кучу других суток с тем набором продуктов и овощей которые виды выдавали вряд ли чё тут был как прикольно индейка с грибами и получается как картошка грибами все это готовил я там был меня сам лично оттрашивался у дежурную их дел на пород склад начальник таким складом и просил ну и баки какие такие баки расскажу даже я управляю ребятеля не видит это не байки прям за три дня обучил ё-моё ели только одни щи до пашу картошку жареную картошку жареную тоже сам это уже лично это уже нет кошки давали 10 сеток свежий на весь неделю так у вас там был до 63 человек бедных солдатик и сарминь не поймут солдатик там все еще и ас и офицеры питались так вот прошло но довольно всех я тебя поняла будем читать там был я умер на спорить мужчина знаешь фантастику фантастик до три дня вот взял пацана блин научил готовы йома чё там готовить кашу блин макароны дядь лёшу за два часа на на учебское время риск готовить и макароны за все время по моему только это умеет готовить наяву меня никто не очень готовит не по тут сама смотрел как мама готовит там в принципе травмы проблем в чем была у меня он как бы умел готовить но не знаю сколько закладывать на блин личный состав то есть и сколько брать это макарон сколько брать на этого того и так далее но то что это легко было давай не даю вас сами рассказаны по своему картина 70 будет и вы что не надо как на комбузе картошку жиром с перцем пилором это ночью я тебе конечно верю разве могут быть сомнения я сама все это видела да мой твой с тобой секрет не увидел он ушел отца в курсе то что я слов нет они же приезжают туда два раза за два года до привезли тебя потом увезли нет перас они приехал моему летом а потом осенью в один год все это было они зимой были перед присягой и потом уже осенью да а потом целый год вообще не приезжает мне бросить это убедить я поняла почему отсюда фантазии нет 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 они все шутки приезжают два дня назад себя скрыли посылку предусылали ёжик черным салом чтобы ноги не нужно да именно так мы выживали как могли да цепь там паник выжил как и подробности партнерам ищи думаешь там прям курорт чуть не больших шестях там граждан граждан скидок то и там и кухне больше в разы кораблях там так себе маленькая кухня четверг я думаю что еще на стол поставить красиво и так все вкусно и приятно ремонт продуктов картошечка жареная немножко мясо селёчка помощь свежим вашего старый тэмон приятно у нас ничего не было было только по моему пивом тайской брызи и я нашла картошку картошку и вот мы дано жарят картошку и сидели просто пустая вообще без его не только искупила нашла вам был то есть ну короче сидели вот ели просто тупо картошку радовать жизнь был такой раз у нас энзо есть всегда а мы устраиваем уезжаем за панель же сейчас тень же холодильнике считать солнечки сейчас у нас нормально там еще картошка еще теплой свеженькой лучше положить пока горяченькой будешь не серьезно я думаю жалко мне конечно жалко да ну разве хайпа так вот раз на картошка что-то я могу так тут я учил готовить ее и велика раньше они получалось такая и велика была пареной однако одно идеально и влег меня учил ночью его даже не присмотришь я познаю что бигмин там что-то вот меня помните картошки получас у меня всегда как пюре получалось я солила мешала блин сразу там быстрее скорее под крышку под крышку начнет париться на сразу не мякнет размикает надо чтобы она как это она внутри сырая а сверху она получается схватывается знаете какая-то румяна становится а под крышкой когда в конце уже когда уже посолил и так далее прямо даже про буквально минутку подогреть и выключить прямо все я ставить и она там же начинает распариваться на внутри становится мягкая а снаружи такая нючка хрустящая обалденно масло конечно побольше то есть в этот раз я сэкономил и не сэкономила на масле а просто не помешать вот так очень вкусно пить и мужа что добавки просил селедку ведается все люди а лук я смотри первый раз перемешала вот она на этом схватились снизу и я сразу бахнул лук и перемешала все с луком если раньше лук добавляла когда уже практически была готова лук не успел прижариваться а тут вот точно мое появилось нужно его сразу не задним откидать потому что начнем сгорит лук готовится быстрее чем картошка и лук помельче ну помельче тут я не лезу насладилась картошкой даже немножко найти поел в общем кстати жарная даже не такая на получается же да просто контролируется количество масла который нужно просто нормально вот она кстати станка уже нормально я начал хотела на то это готовить а вот такой вот этого взяла самый верх пилотажа это на чугунной готовить о данном масло надо знать сколько залить я на чугун она мне кажется даже какая-то вообще очень вкусная получается там прям какая-то очень реально и зажариваться лучше не вкус какой-то другой если еще хочешь там есть еще все наелся слава богу так обычно картошку не есть жарим так давно давно кстати не не жарила все и себя и его держу в черном и помидорку за счет вот не очень помню как-то вот так что брали это ели кумато и правда к вкусному а сейчас это 3 кумата у отца он просто . вкусный крупный да это в некие силах пары там все было много нормальные купить и закупить так сказать чуть спали испортил сети он раньше так там кстати другой сейчас вот выкладчик я помню года два назад там был такой парень классный я с ним все вторую голосу не подсказывал вот что можно просто нельзя а сейчас каких-то набрали непонятных постоянно меняются очень много тухлятина лежит прям открыто он хотел награться музей он уже там он уже потерпел реальный в чем они закрыли вот эти все грузии не помню мидору это сливка лежит она уже вся кожи авокадо помню что я смотрел что сначала лежал 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 дело а потом все были овощи я говорю раньше год два назад там был другой парень он был по моему главный по вот этим раскладчиком и так далее он и гонял он там лично все отбирал и там было очень хорошее качество а сейчас и зелень плохая лук вообще хрен выберешь там зелень вся вела и пусть лук то вот я стою выбираю вообще все вела он сейчас даже в этом в магнителе пятерочки уже овощи лучше вот эти вот глупо уделишь учет такой а еще лучше на самом деле уходить к нашим ребятам он палатку и купил нормальный свежий там всегда там всегда свежие они как дело тут то что у них начинает уже как без кожи вы цвета не даже один лох отдельно это модельно ткани это прям себестоимости а тут вот даже цену с парня снижают вообще скользко стукнуть на куч у меня нет претензий там к извините меня к отсеку там свежей продукции то есть мясо рыба вот там тоже свои там люди все работают и не подсказывают колбасы тоже у меня там все знакомые а вот в овощах сейчас тут и говорю такой раздрай игру раньше мне так правило с овощи покупать парень а сейчас одну карьеру крайне глупом что же стоял выбирал там просто какой-то вещь я не знаю можно эти сеть то есть они не подглядят оба виногратика какой я не знаю как то я помню у них тоже права тоже такой же кстати говоря у ниже и пола тоже вкусный мускат был очень вкусный так сейчас нет это мешать лишь лишь мне очень нравится сладкий перебору правда в предыдущем берут они прям пишут очень сладкий на лице на бенциннике очень сладко очень или если просто написано сладкой а мне вот зачем понравился он такой знаешь он такой сочный очень-очень сочный так крупные мякоти много там нет больше вы не заводили такой сорт то есть этот сорт не для производства кишнейшего то ребят не он вкусный конечно сладкие да но знаете очень при этом такой щенка вот он уже вот нет нет чуть-чуть и он привозит визию до запах по вкусу такой как и сладкий сад как и дамские пальчики не очень люблю потому что весь этот курага это персики это не персики это абрикос короче ладно всех любим всех целуемся в хорошем настроении болеть и скучать выбирать правильный продукт